Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня наша тема лекции. Другая следующая тонизируем толстый кишечник с помощью точки IG6-ян-лау. Либо функции толстого кишечника. Так, точка всегда применяется при слабых, вялых функциях органов толстой кишки. Это оконечная часть пищеварительного тракта. Состоит из трех отделов. Анатомия, уважаемый зритель, вам в помощь. Сколько там отделов, какие функции они выполняют, и так далее, и тому подобное. Если эти функции слабые, вялые, и анализы врачи вам твердят об этом, пожалуйста, обратите внимание на свой толстый кишечник и активизируйте его. Но помните, основная функция толстого кишечника это всасывание воды и выведение токсинов с нашего организма. Чем плохо толстая кишка будет выводить токсины, тем больше будет грязный человек, и будет грязный организм, и эти токсины будут отравлять человека. Поэтому побольше пьем живой водички и кушаем живую пищу, чтобы поменьше было токсинов. Помогаем толстому кишечнику не напрягаться. Вот так скажем. Но давайте скажем, что толстый кишечник еще имеет огромную роль на центральную нервную систему. Потому нервишки берегите. Почему? Потому что сразу при нервных потрясениях страдает толстая кишка. Согласно восточной философии, здесь мы подскажем. И больше, как я говорил уже, сейчас мы повторимся еще раз, что около 300 точек акупунктуры контролируют орган, либо имеют связь с органом толстого кишечника. Вот вам, пожалуйста, элементарно просто. Также толстая кишка может быть слабой из-за того, что человек очень сильно робкий. Потому что с помощью данной точки мы можем это чувство у человека немножечко отодвигать его в стороночку. При условии одном человек должен сам хотеть этого распрощаться со своей робостью. Что такое робость? Пожалуйста, уважаемые зрители, смотрите внимательно значение каждого слова. Это неуверенность в себе может страдать орган толстого кишечника. Его функции могут быть притуплены. Это скованность. И человек держит все внутри себя. Все токсины, которые не может вывести толстый кишечник. Сказка ложь, но не намек. Только доброму молодцу урок. Кто различает добро и зло, тот поймет, о чем наша лекция. И с помощью данной точки IG6 и А2 мы можем протонизировать орган толстого кишечника. Но традиционно мы здесь скажем, что все 12 меридианов контролируют желудочно-кишечный тракт. Потому с помощью данной точки, да, мы можем протонизировать орган толстого кишечника. Но это не значит, что мы приведем все органы желудочно-кишечного тракта в норму. Здесь нужна диагностика 12 меридианов. Она нам в помощь. Если меридианы слабые и вялые, их нужно восстановить. Если меридианы воспаляются, их нужно прославить. Спасибо за внимание.